Мария Дмитриева увлеклась садоводством 10 лет назад. До своего участка чаще всего добирается на автобусе привычным 157 маршрутом. В этом году организации перевозок особенно довольна. Поездки всегда проходили с комфортом. Водители были очень обходительные. В салоне было чистенько, аккуратненько. Расписание на остановках висело весь дачный период. Можно было подойти, сфотографировать. Сейчас все с телефонами и расписание в телефоне. Пожалуйста, к какому времени тебе нужно подъехать на дачу? Смотришь телефон и подъезжаешь. Автобусы ходят регулярно. В этом сезоне дачникам улыбнулась у дачи. В Самаре теплая и сухая погода установилась уже середина весны. Поэтому по поручению главы города Елены Лапушкиной общественный транспорт запустили в апреле. Было задействовано 29 садово-дачных маршрутов. На линии работали автобусы большого и среднего класса вместимости. Они перевезли около 720 тысяч пассажиров. Это на 20 тысяч больше, чем в прошлом сезоне. Это примерно плюс 3%. Это происходит в том числе благодаря тому, что мы, когда выполняем перевозку на садово-дачные массивы, реализуем госполномочия, которые нам Министерство транспорта предоставляет. Вместе с этими полномочиями нам предоставляют и финансовые ресурсы на оплату контрактов по этим маршрутам. Вот поскольку средств приходят достаточно, маршруты работают как положено, сбоев никаких нет, люди довольны. Перед началом организованных перевозок в автотранспортном предприятии проверили техническое состояние подвижного состава, работу всех систем. Также прошла генеральная уборка. Все автобусы были тщательно отмыты снаружи и внутри и продезинфицированы. В дальнейшем санитарное содержание продолжилось в соответствии с регламентом. В том числе в промежутках между рейсами дополнительно протирали перила, поручни и другие контактные поверхности. На каждом маршруте свое расписание и интервал движения. Специалисты, отрабатывающие звонки по горячей линии, фиксировали обращения со словами благодарности от дачников. Это очень радует нас, как перевозчика вдохновляет на будущее. Стараемся учитывать все пожелания и просьбы наших пассажиров, горожан. Во всем подвижном составе действовали все виды льгот. Это садово-дачные карты и социальные карты, по которым можно было проехать. Проезд не повышался уже в течение двух лет. Это тоже радует. В следующем году, с учетом сезонности, дачные перевозки планируется возобновить. При этом снова рассмотрят возможность их более раннего старта. Если позволит погода и дорожная маршрутная сеть будет полностью готова, то автобусы начнут курсировать в сторону дач середины апреля. Так, в ходе подготовки к старту дачных перевозок, во взаимодействии с представителями ГИБДД и садово-дачными товариществами проводится тщательное обследование маршрутов. При составлении дорожной карты учитываются наличие остановок и стоянок, готовность подъездных путей к дачным массивам. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События.